Второе июля 2015 года. Пентагон публикует национальную военную стратегию США 2015. 3 июля 2015 года. Происходит заседание Совета безопасности Российской Федерации, на котором президент Владимир Путин заявил. Последние события показывают, что рассчитывать на изменение недружественного курса страны на некоторых наших геополитических оппонентов в обозримом будущем не приходится. Я цитировал это на съезде. Это значит холодная война. В обозримом будущем мы должны действовать в условиях, по отношению к нам будет проводиться недружественный курс. Ядерное сдерживание, экономические войны, информационные войны, альтернативные идеологии. Вот эти опосредованные войны. Далее, это редукционная статья в независимой газете. Сообщается о том, что в феврале Heritage Foundation, эксперты которого провели оценку Соединенных Штатов со стороны России, так сказать, опубликовали свои соображения. Этот фонд постоянно работает по заказу Пентагона. И он констатирует, что на современном этапе является единственным государством в Европе, которое обладает всеми традиционными и нетрадиционными видами вооружений, представляющих угрозу для континентальной части США. Будет ли Россия реализовывать эту угрозу, неважно. Важно, что может ее реализовать. Я много раз говорю, что закрытая стратегия Соединенных Штатов говорит о том, что главный враг – это держава, которая дошла до такого уровня, с которым она может хотя бы попытаться бросить вызов Соединенным Штатам. И неважно, какая это держава. Дальше обсуждается, какие именно выводы сделали эксперты наследия о том, что к 2018-му будет уже поздно, потому что русские перевооружат стратегические ядерные силы свои, а после этого будут еще два года довооружать свою армию. Армия будет полностью модернизирована. И это вызывает беспокойство. Пентагон опубликовал, я повторяю, свою стратегию после того, как Харитедж это сделал за несколько месяцев до, так сказать, опубликования самим Пентагоном стратегии. Это сделал сам Пентагон. Есть предисловие к докладу Пентагона о национальной соединенной стратегии США 2015. Это предисловие написано лично главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Мартином Демпси. И там фигурируют, как вот такие, например, первые. Россия неоднократно демонстрирует, что они уважают суверенитет своих соседей и готовы применять силы для достижения своих целей. Демпси однозначно заявляет о том, что в настоящий момент глобальное состояние безопасности является самым непредсказуемым за все 40 лет его службы. С 1975 года ситуация наиболее непредсказуема за все время его службы. Но она же бы непредсказуема, может быть, только в связи с Россией. Значит, Демпси говорит, что в 1975 году, когда он служил, была холодная война, но все было гораздо предсказуемо и спокойнее, чем сейчас. А сейчас все гораздо более неспокойно. И источник этой неспокойства – российско-американский конфликт. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новую военную стратегию США. Появление таких формулировок в таком документе – свидетельство о конфронтационном настрое, лишенном какого-либо объективизма по отношению к нашей стране, причем в долгосрочной перспективе. Конфронтационный настрой в долгосрочной перспективе – это что такое? Теперь, значит, редакционная статья независимой газеты, которая очень хочет быть взвешенной, уж скорее либеральной и все прочее. То есть, речь идет в буквальном смысле о новой холодной войне. Они это публикуют все. Второго, третьего Путин проводит Совет Безопасности. На Совете Безопасности заявляет, помимо того, что мы уже цитировали, насчет того, что недружественный курс в обозримом будущем. Говорят, что надо скорректировать стратегию национальной безопасности, провести необходимо в кратчайшие сроки, провести анализ всего спектра потенциальных вызовов и рисков политических, экономических, формационных, и на этой основе скорректировать стратегию национальной безопасности Российской Федерации. Причину перемен президент объяснил тем, что наша страна проводит независимую внутреннюю политику, не торгует суверенитетом, и это не всем нравится. Это не холодная война? Скорректировать стратегию в какую сторону? В сторону вот этого конфронтационного настроя, долгосрочной перспективы. И зачем же мы по прошествию уже чуть не полутора лет с тех крымских времен, когда надо было начинать всю систему менять, а не стратегию национальной безопасности? Все еще пытаемся убеждать себя, что холодной войны нет. Для того, чтобы не менять систему, ведь никто не говорит, что ее надо разрушать, никто не говорит, что надо, так сказать, сейчас взять и рвать ее в клочки. Но хамский тон Тефта обусловлен как раз тем, что он понимает, что мы не меняем систему, и тогда он победит. Вот еще один герой, которого, безусловно, здесь надо было бы обсудить. Это Джордж Сорос. Он публикует статью «Партнерство с Китаем во избежание мировой войны». Это номер Нью-Йорк-ревью за 9 июля. Смотрите, как плотно все идет в июле. Я еще раз подчеркиваю, что поскольку я и по объективным причинам, да и по причинам каких-то таких внутреннего характера сделал паузу в программе «Смысл игры» и как бы захотел чуть-чуть отстраниться от этого состояния непрерывного слежения за происходящим и комментирования, то теперь я более отстраненно и со способностью удивляться чему-то произвожу все тот же комментарий. Международное сотрудничество пришло в упадок как в политической, так и в финансовой сфере. ООН не в состоянии разрешить крупные конфликты, возникающие после окончания Холодной войны. Копенгагенская конференция 2009 года по климатическим изменениям оставила непринятное послевкусие. А Всемирная торговая организация 1994 года не может завершить важный раунд торговых переговоров. Легитимность Всемирного валютного фонда все чаще вызывает сомнения за устаревших методов управления. НИАЖ-20, возникшая в период финансового кризиса 2008 года, как потенциально мощный инструмент международной кооперации, похоже, заблудилась. Во всех областях верх над общими интересами берут интересы национальные, конфессиональные, деловые и узкогрупповые. Теперь эта тенденция достигла такой точки, когда вместо мирового порядка впору говорить о мировом беспорядке. Что нам говорили раньше? Что нам говорили раньше, когда мы начали разговор о мировом беспорядке? Что нам говорили в момент, когда мы на международных конференциях подняли вопрос об управляемом хаосе, мировом беспорядке, world order, world disorder? Мировой порядок, мировой беспорядок. Что нам говорили? Что мы сошли с ума, что-то выдумываем, русские фантазируют и так далее. Теперь 2015 год. Что говорит СОРС? Вместо мирового порядка впору говорить о мировом беспорядке. Это начнулся через 13 лет после того, как об этом начали говорить. А когда мы предупреждали, что разрушение Советского Союза так, как оно идет, в 90-м году предупреждали, в Бардеове, где был Дэн Куэйл, и в других местах, приведет через 25 лет к катастрофическим последствиям, нам что говорили? А когда мы говорили, что фашизм всплывет, моя статья о Диву Фодоте Джоб, «Дьявол для грязной работы», это 90-е годы, нам что говорили? Вы нас не пугаете какими-то фантомами, это ничто уже невозможно? Так что теперь? Господин Сорос опомнился в 2015 году. Читаем дальше. В политической сфере множатся и укрепляются местные интересы. По отдельности, такие конфликты поддаются разрешению, но они обычно взаимосвязаны, и проигравший в одном конфликте имеет обыкновение превращаться в помеху в других. Например, сирийский кризис усилился, когда на помощь Башару Асаду пришла путинская Россия и правительство Ирана, причем каждая из них по своим причинам. Саудовская Аравия на свои деньги посеяла семена ИГИЛ, и Айран инспирировал восстание хусидов в Йемене в качестве ответа Алириаду. Биби Натаньяхо попытался отговорить американский конгресс заключения ядерного соглашения США и Ирана, переговоры по которым уже идут. Сейчас в мире просто слишком много конфликтов международно-общественное мнение не в силах оказать свое позитивное влияние. В финансовой сфере утратили свои монополистические позиции плоды Бреттон Вудса, МВФ и Всемирный банк. Ну, так что? Победили в Холодной войне? Кого победили-то? Себя? Говорю, у Достоевского совершенно здесь не провожу прямых параллелей. Я не старуху убил, я себя убил. Так кого убили-то? Кого убили, идиоты? В первый момент, когда, так сказать, нанесли этот ваш сумасшедший удар, поддержали этих оборзевших номенклатурщиков в Беловежье и так далее. Кого победили? Себя? Что, констатируете, это уже не волто де волдизода, мировой порядок, мировой беспорядок. Это уже прямой вопрос об СССР. Это все последовало за крахом СССР. Крах Бреттон-Вудса, крах МВФ и Всемирного банка. Не понимаете, что сделали? И все еще своих тевтов нам предлагаете в качестве собеседника? С идиотской поучительностью. У вас летит МВФ и Всемирный банк, а вы всех учите жить? Продолжим цитировать Сороса. Под руководством Китая и в мире возникает параллельный комплекс институтов. Вступят ли они в конфликт между собой или найдут путь сотрудничества? Как же, как же, они обязательно найдут путь сотрудничества? Смешно. Поскольку финансовая и политическая сфера тоже взаимосвязаны, ход истории в перспективе будет очень сильно зависеть от того, как Китаю существует свой переход экономического роста на основе инвестиций и экспорта к развитию за счет повышения внутреннего спроса. И как на это отреагирует США? Стратегическое партнерство между США и Китаем способно предотвратить появление и развитие двух силовых блоков, которые могут оказаться тянутыми в военный конфликт. Все, что хочет Сорос теперь, это стратегическое партнерство между США и Китаем, то есть подписание капитуляции перед Китаем. И он заявляет о том, что пора обсуждать условия этой капитуляции, потому что потом придется подписывать безоговорочно. Как мы дошли до такого мирового беспорядка? Смотрите, а? Все время применяют это слово. В период холодной войны в мире доминировали две сверхдержавы. Каждая в определенной мере управляла своими союзниками сателлитами, избегая прямой военной конфронтацией с другой стороной, потому что знала, насколько опасно взаимно гарантированное уничтожение. Это была безумная система, но она работала, она порождала местные военные конфликты, но не допускала мировой войны. И что? И вы эту систему разрушили, да? Упиваясь подобной возможностью. Когда распалась Советская империя? Распалась она? Она распалась. Всего такая распалась. Не холодная война, не капитуляция после победы в холодном, она распалась. У Соединенных Штатов оказалась возможность стать единственной сверхдержавой и гарантом мира во всем мире. Но они оказались не на высоте положения. США, основанные на принципе индивидуальной свободы, не предосположены к роли мирового полицейского. Это, говорю, в таких случаях в Одессе. Расскажите вы ей. США очень предрасположены к роли мирового полицейского. Но они не могут осуществлять роль Четвертого Рима. То есть, вводить легионы на каждую подконтрольную территорию. У них проблема не в том, что слишком много индивидуализма, а слишком много потребительства, слишком много комфорта, слишком мало желания пожертвовать какой-то частью комфорта для осуществления этой власти. И слишком мало мозгов, для того, чтобы понять, как она должна быть устроена. Значит, это не Рим. Но отказываться от власти они тоже не хотят. Значит, это Карфаген. То есть, уол дизода. Мировой беспорядок. Вошел, показалось, что есть оружие массового поражения. Вошел, все разрушил, признал, что нет, ушел. Миль, пардон, мадам, шикшина. США основаны на принципе индивидуальной свободы и не предположены к роли мирового полицейского. На самом деле, у Америки не было связанного представления о значении лидерства в мировых делах. Ну так, не Рим. Нет связанного представления о лидерстве в мировых делах. Во время холодной войны у нее была двухпартийная внешняя политика, в которой между демократами и республиканами в целом существовало согласие. Но после окончания холодной войны межпартийное партнерство распалось. Там очень многое распалось, дорогие мои. Проект, в рамках которого консенсус этот партийный существовал, распался. Все распалось. Модерн распался. Миропорядок распался. Обе партии продолжали говорить об американском суверенитете, но теперь уже редко соглашались подчинять его международным обстоятельствам. Затем, в 1997 году, группа неоконсерваторов заявила о том, что Соединенные Штаты должны использовать имеющееся у них военное происходство для навязывания другим своих национальных интересов. Они создали аналитический центр под названием проект новоамериканского века для продвижения глобального лидерства США. Это был неверный подход. При помощи военной силы нельзя править миром. Это уже не вопрос о том, было ли в Ираке оружие массового поражения. Теперь говорится вопрос о том, что вся стратегия, вся стратегия неверна, основанная на проекте новоамериканского века про движение глобального лидерства США, навязывания другим своих национальных интересов. Опаньки, где тут господин Тефт-то? После террористических нападений 11 сентября Нелконы убедили президента Буша напасть на Ирак по весьма сомнительным причинам, которые к тому же оказались фальшивыми. И тогда Соединенные Штаты утратили свое верховенство. У проекта нового американского века продолжительность жизни оказалась примерно такой же, как у гитлеровского тысячелетнего рейха. Примерно 10 лет. Ничего себе сравнение в устах Сороса. Я повторяю, у проекта нового американского века, то есть того, на чем держалась Америка в постсоветский период, продолжительность жизни оказалась примерно такой же, как у гитлеровского тысячелетнего рейха примерно 10 лет. Так что тут этот Тефт-то изображает из себя учителя в средней школе, если у них проект провалился? А вот что касается финансовой стороны, то здесь было налицо явное единодушие по поводу роли Америки в мире, так называемый Вашингтонский консенсус. Он стал господствовать в 1980-е годы при Рональде Рейган и Мергарит Тэтчер. Этот консенсус пользовался мощной идеологической поддержкой стороны рыночных фундаменталистов. У него якобы имелась научная основа в виде гипотезы эффективного рынка и теории рационального выбора. Тут главное слово якобы и то, что тех, кто его поддерживал, он называет рыночными фундаменталистами. Никакого научного обоснования у Вашингтонского консенсуса не было. И этим консенсусом эффективно управлял Международный валютный фонд. Он представлял собой в большей степени тонкий компромисс между интернациональным управлением национальными интересами, нежели точку зрения неоконов о том, что военная сила превыше всего. Вообще-то Вашингтонский консенсус берет свое начало в компромиссе, на котором основаны институты Бреттон-Вудса. Джон Мейер Кейнс предложил поистине международную валюту Банкор, но США наставили на долларе в качестве мировой резервной валюты и в конце концов добились своего. Здесь на ум приходит памятное изречение Орвелла из скоттного двора. Все животные равны, но некоторые равны более чем другие. Вашингтонский консенсус посолствовал развитию свободной торговли и глобализации финансовых рынков. Все валюты равны, но доллар равнее других. В конце 90-х рыночные фундаменталисты даже попытались ввести изменения в статье соглашения об МВФ, чтобы ввести конвертируемый счет о движении капитала в свободный обмен валют. Попытка не увенчалась успехом, но Вашингтонский консенсус дал возможность свободного перемещения финансового капитала и тем самым позволил ему избежать налогообложения и регулирования. Это был подлинный триумф рыночного фундаментализма. Рыночного фундаментализма, то есть подлинный триумф зла. К сожалению, научные основы данного подхода оказались непродуманными. Все они, американцы, не продумывают. Нерегулируемые финансовые рынки изначально нестабильные. Вместо общего равновесия, которое обеспечивает оптимальное сигнование ресурс, они порождают финансовые кризисы. Это весьма драматично продемонстрировал крах 2008 года. По случайным совпадению, в 2008 году также закончилась эпоха американского политического превосходства и начался закат Вашингтонского консенсуса параллельно с крахом проекта нового американского века. В это же время произошел процесс финансовой политической дезинтеграции, в первую очередь давшая о себе знать в микрокосме Евросоюза, а тем распространившийся по миру. Крах 2008 года оказал длительное негативное воздействие на экономику всего мира за одним заметным исключением китайской экономики. Китайская банковская система была существенно изолирована от основного мира и в основном принадлежала государству. Поэтому китайские банки по приказу правительства нейтрализовали последствия падения внешнего спроса, заполнив в экономику кредитами. Китайская экономика заменила собой американского потребителя в виде двигателя глобальной экономики. Главным образом это стало возможно за счет ее продажи американскому потребителю в кредит. Это был весьма слабый двигатель, что стало отражением соотношения размеров китайской и американской экономики. Поэтому с усилением международной экономической мощи Китая глобальная экономика развивается довольно медленно. Главная причина, по которой мир избежал глобального спада состоит в том, что экономисты сделали определенные выводы из событий 30-х годов. Тяжелое бремя долга и сохраняющиеся политические предрассудки ограничивали размах налогобюджетного стимулирования, опять же за исключением Китая. Однако Федеральный резерв под руководством своего председателя Бена Бернанке приступил к реализации неортодоксальной монетарной политики, которая включала меры количественного смягчения, вкачивания больших денег в экономику за счет покупки облигаций Федеральным резервам. Это помешало снижению спроса, перерасти в мировую рецессию. Крах 2008 года. Это отсрочило этот переход, а не помешало. Все же понимают, если речь идет только о вкачивании больших денег за счет покупки облигаций. Крах 2008 года также стал косвенной причиной кризиса евро. Евро было дефектной валютой, имея общий центробанк, но не обладая общим министерством финансов. Создатели евро знали об этом дефекте, однако считали, что когда он станет очевиден, его удастся исправить, собрав всю политическую волю. В конце концов, именно так создавался Европейский Союз. Шаг за шагом, с полным осознанием своих недостатков, но с пониманием того, что при необходимости он сможет предпринять нужные шаги. К сожалению, в период с 1999 года, когда была введена общая европейская валюта, ибо в 2008, когда возникла такая необходимость, изменились политические условия. Германия под руководством Гельмада Коля возглавила процесс европейской интеграции, дабы способствовать своему объединению. Но это объединение оказалось дорогостоящим, и немецкое общество не пожелало идти на дополнительные расходы. Когда европейские министры финансов после банкротства Лемон Браверс в 2008 году объявили, что не допустят граха ни единого важного для всей системы финансового института, канцлер Германии Ангела Меркель, как политик, следящий за преобладающим общественным мнением, настояло на том, что ответственность должна нести каждая страна отдельно, а не Евросоюз целиком. Это уничтожило все шансы на создание общего министерства финансов в тот момент, когда оно было остро и необходимо. Таким было начало еврокризиса. Кризис в отдельных странах, таких как Греция, Италия, Ирландия, это по сути его разновидности. То есть Меркель сказала, что Германия будет сжирать Европу целиком или по частям. Отдаить Германию Европа не будет, потому что объединение уже осуществлено, а осуществлено оно потому, что идиоты американские и английские этому помогали. И никто не дал по рукам предателю Горбачеву, когда он начал объединение Германии. И этот Тетчер, которого вызвало его из небытия, потом валялся на коленях перед ним, чтобы он этого не делал. Он уже делал то, что хотел, дестабилизируя весь мир. А когда Германия объединилась, вкачала сумасшедшие деньги в Восточную Германию и как-то после этого пришла в состояние Большого Рейха, она не захотела, чтобы ее доили, называя это евростабильностью. Она захотела опускать и опускать страны вокруг себя, искупать их по дешевке или же вышвыривать. Это что такое? Это последствия распада Советского Союза. Значит, не только крах этого американского нового века, не только крах Вашингтонского консенсуса, но и вот этот крах. Все это следствие одного и того же. Впоследствии финансовый кризис перерос в серию политических кризисов. Разногласия между странными кредиторами и странными должниками превратили Евросоюз из добровольного объединения равных, то есть из такой жалкой марионетки, танцующей под музыку Великобритании и США, в систему отношений между взаимодавцами, такими как Германия, и заемщиками, такими как Греция. В этой системе нет ничего добровольного и нороправного, и она лишь усиливает политическую напряженность. И создает миттель Европу. Миттель Европу, срединную Европу, а не Европу вообще. Европейский Союз начинался как доблестная попытка создать систему международного управления в региональном масштабе. После 2008 года Европейский Союз озабоченно занялся решением внутренних проблем и не смог взять свой вес в мировой экономике. Соединенные Штаты тоже замкнулись на себе, хотя и иначе. Такой поворот внутрь страны ЕС и США привел к спаду международного сотрудничества в глобальном масштабе. Поскольку западная держава является оплотом государственного мирового, господствующего мирового порядка. Порядка? А мне вроде сказалось, что он уже сказал без порядка. Снижение их влияния создало вакуум власти в мировой международной системе управления. Они сами создали этот вакуум не за счет снижения своего влияния, а за счет перехода на другую систему управления. Но world disorder, это их решение, их воля, это они разрушали национальные государства в Африке. Египет, Ливию, Тунис, Сирию, Ирак и все остальное. Это они все это разрушали в Африке и на Ближнем Востоке. Это они продолжают эти разрушения. Это они заявили, что их больше не интересует национальное государство. Это они создают халифак, потому что они переходят на новую модель. Не вакуум заполняется чем-то, потому что они слабеют, а они переходят на новую модель. Аннексировав Крым и создав сепаратистский анклав на Украине, путинская Россия бросила вызов в господствующий мертв порядку, который зависит от поддержки западных держав, а также целям и принципам, легшим основой Евросоюза. Ни европейское, ни американское общество не осознают в полной мере, насколько серьезен этот вызов. Президент Владимир Путин хочет дестабилизировать всю Украину, вызвав там финансовый и политический коллапс, и отрицает всякую ответственность за его возникновение. Это уже тут начался настоящий ссор, как враг России. Ему мало краха СССР, в котором он поучаствовал. Ему нужно дальше еще все усугубить. Вместе с тем он не хочет оккупировать сепаратистский район Восточной Украины, который в таком случае будет зависеть экономической поддержке России. Свои предпочтения он продемонстрировал явно, дважды превратив гарантированную военную победу в перемирие, угрожающее дестабилизацией всей Украины, хоть каким-нибудь ослой поймут когда-нибудь что-нибудь из так называемого ягоря русских ястребов. К сожалению, Путин добивается успеха, что можно понять, сравнив два минских соглашения о прекращении огня. Пусть даже его успех носит лишь временный характер. Теперь хоть он хочет использовать Украину для того, чтобы посеять семена раздора и обрести политическое влияние в Евросоюзе. Серьезность российской угрозы напрямую соотносит со слабостью Евросоюза. ЕС научился как-то преодолевать финансовые и политические кризисы. Однако сейчас столкнулся не с одним из пятью кризисами. Россия, Украина, Греция, эмиграция и предстоящий британский референдум о членстве Евросоюза. Это может оказаться для него не по силам. Под угрозу поставлено само выживание ЕС. Я перечитаю здесь. И серьезность российской угрозы напрямую соотносит со слабостью Евросоюза. ЕС научился как-то преодолевать финансовые и политические кризисы. Однако сейчас он столкнулся не с одним из пятью кризисов. Это может оказаться ему не под силам. Под угрозу поставлено само выживание ЕС. Уже не только американский консенсус и бреттенвудская система, но и ЕС. Международное управление в глобальном масштабе сегодня в равной степени устойчиво и хрупко. Мир может расколоться на противодействующие в финансовом и политическом смысле лагеря. Китай приступил к созданию параллельного набора финансовых институтов, включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Азиатский облигационный фонд, новый банк развития в прошлом Банк Брикс, инициативу Чан Май, который представляет собой многосторонний региональный механизм валютных сплопов для Азии. Сумеют ли эти противоборствующие лагеря сохранить свое соперничество в определенных рамках, чтобы это будет зависеть от того, как Китай осуществует свой экономический переход и как на это отреагирует США. Здесь свою позитивную роль может сыграть Международный валютный фонд. Он отказался от своей приверженности вашингтонскому консенсусу, однако владельцы контрольного пакета Бреттон-Вудских институтов, среди которых Соединенные Штаты, Британия, Франция и Германия не желают отказываться от своего решающего голоса и расширять представительства развивающегося мира. Это очень недальновидно с их стороны. То есть он призывает еще более и более насыщенно, яростно воевать с Россией и капитулировать перед Китаем. То есть впустить его, как козла в этот огород. Ибо они не признают перемены в соотношении экономических сил разных стран, и особенно усиление Китая. Они только признают это усиление, ведут козла в этот огород, он захочет больше, потом еще больше. Они все равно существуют перед угрозой катастрофы. Они не вводят, он прав. А они вводят, он не расскажет, что после этого будет. Контролирующие акционеры, вляд ли, откажутся от своего контроля, пусть он и является очень слабым. Но в МВФ есть возможность установить прочную связь между двумя лагерями. Эта возможность появилась благодаря тому, что состав корзины специальных прав заимствования СДР в конце 2015 года будет планово пересматриваться, случается каждые пять лет. СДР – это Международный резервный актив, созданный МВФ в 1969 году в дополнение к существовавшим официальным резервам стран-членов. Китайский юань не вполне соответствует требованию включения в корзину СДР. Однако эти требования по включению не столь четкие и определенные, как считают многие. Японскую иену включили еще тогда, когда торги ее были редки. Франк попал в корзину, когда французские чистые активы находились под жестким контролем. А саудовский реал был введен туда в то время, когда он был полностью привязан к американской валюте. Критерии включения с годами менялись. Но теперь требования таковы. Первая – крупная сторона экспортер, второй – свободно используемая валюта. Этот термин зачастую неверно понимается, как видение полной конвертированности по капитальным счетам и плавающий обменный курс. Хотя на самом деле это не так. На самом деле в корзине специальных прав заимствования раньше были валюты и без конвертируемости счета капитала. Теперь китайское руководство прилагает большие усилия для того, чтобы включить юань в корзину СДР. А МВФ и МВФ относятся к этому положительно. Например, он объявил, что юань больше не является недооцененным и не стремится к полной резкой либерализации счета движения капитала платежного баланса. Вместо этого он выступает за осторожные и постепенные реформы, дабы обеспечить нормальный функционерный СДР и сохранить финансовую стабильность в Китае. Многое теперь зависит от отношения американского правительства, которое обладает правым ветом в МВФ, хотя решение включения в корзину СДР требует 70% большинства правлений фонда. Соединенные Штаты пойдут на крупную ступку, если откроют дверь для юаня, чтобы он стал потенциальным конкурентом доллара. Соединенные Штаты капитулируют, если пойдут на эту ступку. Америка может потребовать крупных встречных уступок страны Китая, однако это будет неверный подход. Не надо даже требовать встречных уступок. Отношения между двумя великими державами это не антагонистическая игра с нулевым результатом. Победа одной страны не обязательно назначает проигрыш другой. Китай добивается статуса СДР для юаня не для того, чтобы порадовательно огорчить США, а по своим собственным причинам, которые лишь косвенно связаны с стремлением Пекина заменить американский доллар собственной валютой и сделать ее господствующей в мире. Прочитать еще раз. Китай добивается статуса СДР для юаня не для того, чтобы порадовать или огорчить США, а по своим собственным причинам. Вот открыл Америку. Который лишь косвенно связан со стремлением Пекина заменить американский доллар собственной валютой и сделать ее господствующей в мире. Но косвенно-то они связаны. И что от того, что они связаны косвенно? Китай стремится использовать финансовую либерализацию в качестве локомотива роста своей экономики. Он хочет углубить государственный рынок облигаций и открыть его для иностранных инвесторов, дабы центральное правительство могло разобраться с безнадежными долгами обанкротившихся местных органов власти. Он также хочет сократить чрезмерно большой объем заемных средств экономики в содействии переводу долга в акционерный капитал. Включение юаня в корзину МВФ облегчит этот процесс. А успех данного начинания автоматически увеличит вес и влияние юаня в мире и что? И уменьшит вес и влияние доллара в мире. Американское правительство мало чего добьется, но многое потеряет, если будет рассматривать отношения с Китаем как антагонистическую игру. А как она должна их рассматривать? Иными словами, у него мало рыночной власти, позволяющей отстаивать свои интересы. Конечно, Соединенные Штаты могут препятствовать прогрессу Китая, но это будет очень опасно. Председатель Си Цзиньпинь лично отвечает за экономику и национальную безопасность. Если его рыночные реформы потерпят неудачу, он может решиться на какие-то внешние конфликты, дабы сохранить единство страны и собственную власть. В этом случае Китай может вступить в противоборство с Россией, причем не только в финансовом политическом, но и в военном плане. Китай может вступить в противоборство с США. В таком случае, если произойдет эскалация внешнего конфликта, он перестет военную конфронтацию с одним из союзников США, скажем, с Японией, причем тут Россия. Не будет привлечениям сказать, что мы окажемся на пороге Третьей мировой войны. Вот ведь вертятся. Надо сказать, что в России и Китае быстрыми темпами увеличатся военные бюджеты. Да и в США он оказывается на очень высоком уровне. Для Китая переоружение станет верным способом увеличить внутренний спрос. Он уже разминает свою военную мускулатуру в Южно-Китайском море. И нам что от этого? Действуя в одностороннем порядке, зачастую весьма агрессивно, что вызывает вполне оправданное беспокойство в Вашингтоне. Тем не менее, должно пройти 10, а то и более лет, прежде чем Российско-Китайский военный альянс будет готов к прямой конфронтации с США. Вот ведь как путается, не случайно. То есть он находится, он умный очень человек, понимает, что такое турбулентность, и находится в состоянии полубезумия. А до этого времени мы можем ожидать продолжения гибридных и опосредованных войн, которые ведутся чужими руками. Отличная перспектива. И все ведь идет быстрее. И это Тефта. Я на параде уже говорил, что я сидел рядом с ним, когда шел в парад, какими глазами он смотрел на марширующих китайцев. Неворазие невозможно описать словами. Видите. И Соединенные Штаты, и Китай жизненно заинтересованы в достижении взаимопонимания, потому что альтернативно к равнине неприятно. Выгоды от такого соглашения между Китаем и США, то есть Ж2, могут быть далеко идущими. Недавно был достигнут настоящий двусторонний прорыв по вопросам климатической политики. Ой-ой-ой, как это важно. Принимая на веру обязательства и обещания друг друга стороны этим соглашениям предали дополнительный вес достоверности последним усилиям по взятию изменений климата под контроль. Есть такой подход, удаст перенесен другие аспекты энергетической политики, также финансо-экономическую сферу. Сферу военного, угроза военного союза между Китаем и Россией будет устранена, и перспектива глобального конфликта уменьшится. Так что игра стоит свеч. Только не союз России с Китаем. Почему так? Воят Латынина и другие, что это союз, там подчинение России и Китаю. Потому что совершенно ясно, чего он хочет. Подчиненного союза США с Китаем, переноса глобального правительства в Китай и разворачивания этой системы вокруг этого. И США, и Китай жизненно заинтересован в достижении взаимопонимания, вот я уже говорил. Во время своего последнего государственного визита в США в 2013 году председатель Си Цзиньпинь говорил об отношениях нового типа между великими державами. С тех пор эта тема широко обсуждается в Китае. Президент Обама должен заложить собственное видение данного вопроса, проведя четкую разделительную линию между путинской Россией, которая власть закона заменила властью силы, и сегодняшним Китаем, который пусть и не всегда соблюдает законы, но с уважением относится к договорным обязательствам. Российская агрессия на твердо противостоять. А Китай, наоборот, следует поощрять и поддерживать, чтобы он избежал методов военной агрессии. Для этого ему надо предложить более конструктивную альтернативу. Такого рода предложение может вызвать благоприятную ответную реакцию. Соперничество между США и Китаем неизбежно, но его следует удерживать в определенных рамках, не допуская применения военной силы. Это не значит, что заключить перспективное соглашение между США и Китаем, выходящее на уровень стратегического партнерства, будет легко и просто. У двух стран совершенно разной политической системы. Если США основаны на принципе свободы личности, то у Китая нет такой традиции. США, конечно, основаны на принципе свободы личности, это просто дальше некуда, как они основаны. В нем с незапамятных времен существует аархическая структура, и Китай большую часть своей истории был империей. С последние годы США лидируют во всем мире в вопросах инновационного развития социальных сетей, а Китай лидирует по поиску средств для их подавления. После окончания Холодной войны Пекин добился гораздо больших успехов в создании успешной иерархической системы внешней России. И поэтому с ними надо заключать наговору. Лучше всего это прослеживается в способах распространения информации. С возникновением социальных сетей информация все чаще распространится горизонтально. Однако в Китае ситуация иная. Она там идет сверху вниз. В партийном государственном аппарате чем ближе человек к верхушке, тем лучше он информирует, чем больше у него возможности для выражения своего мнения. А это значит, что партийный государственный аппарат дает не только возможность личного обогащения, но и некое подобие свободы личности. Неудивительно, что туда идут лучшие китайские умы. Однако меры допускаемой свободы выражения строго ограничены определенными рамками. Человек не может из него выходить. А где-то может, что ли? Если он пересчет красную черту, то может попасть в руки аппарата безопасности и бесследно исчезнуть. Довление аппарата безопасности постепенно ослабивало, но в последние годы произошел зловещий разворот под руководством председателя СИВ. В настоящий момент идет, например, процесс существенного ужесточения правил, определяющих права и статус неправительственных организаций. Всюду у него немотивированные зловещие развороты. На самом деле есть один разворот. Разворот Америки и Запада. Все остальные на него реагируют. Председатель СИВ в том числе. Если сравнивать китайскую мечту с из-за ПИН американскую мечту, четко проявляется различие между политически-социальными системами. СИВ превозносит успехи Китая в обновлении страны, которая использует таланты и энергию народа в интересах государства. А в американской мечте восхваляется успех упорной личности, которая поднимается наверх и добивается материального благополучия, преодолевая препятствия, создавая эмоциальными условиями, предрассудками, заупотребляющими своими положениями властями, да и просто обычным невезением. США хотели бы, чтобы Китай перенял эти ценности, однако китайское руководство считает их пагубными. В этом отношении Китай гораздо общего России больше, чем с Америкой. Россия и Китай считают себя жертвой американских притязаний на мировое господство. С американской точки зрения в появлении Китая есть много предусудительного, там нет независимой судебной власти, там зачастую дурное отношение к многоцентральным компаниям, которые подменяются местными фаворитами. Кроме того, существует конфликт с США и другими странами в Южно-Китайском море, а также в сфере кибервойны и прав человека. На такой основе строить отношения и сотрудничество непросто. В полной мере признавая эти трудности, американское правительство должно тем не менее прилагать добросовестные усилия по налаживанию стратегического партнерства с Китаем. Для этого необходимо определить области общих интересов, а также области соперничества. Сфера общих интересов предполагает сотрудничество, сфера торг. Сфера торг. Сфера торг. Сфера торг. Сфера торг. Сфера торг. Америке надо разработать двустороннюю стратегию, которая предполагала бы стимулы для сотрудничества, имела сдерживающие, составляющие, делающие такой торг менее привлекательным. Области сотрудничества могут оказаться шире, чем кажется на первый взгляд. Сотрудничество с Китаем в обеспечении успеха финансовых реформ в Сизипине определенных в общих интересах. И успех обеспечить реализацию устремления разрастающего среднего класса Китая. Он также позволит ослабить часть введенных им недавно ограничений, что в свою очередь повысит шансы в успех его реформ на укрепление мировой финансовой стабильности. То есть это нужно так быть наивным и так ничего не понимать. Китая при этом один из умнейших представителей самого западного финансового мира. Если дать СМИ и гражданской общественности в Китае возможность нам чуть-чуть покритиковать процесс, то эффективность реформы Си возрастет. То есть если Си это даст, то мы потом сковырнем Си. Переговоры между Китаем и США вряд ли удастся завершить к октябрю 2015 года, когда Совет директоров МВФ должен рассмотреть состав корзины СДР. Более реально было бы завершить подготовку к ним к моменту государственного визита представителей Си в Вашингтон, который запланирован на сентябрь. Но если продлить сроки предоставления специальных прав в заимствовании 2016 года, можно многое выиграть. Китай тогда будет председательствовать на встрече 20-20-ки, а 2016 год является последним годом управления администрации Обамой. Шанс на налаживание стратегического партнерства между США и Китаем мобилизует все политические силы, выступающие за сотрудничество. Почему так важно, что это последний год правления Обамы? Потому что Обаме будет все равно. Его уже никто не сможет сдержать от этого предательства, которое ему продиктовывают. Это, конечно, глобальные силы, уставы которых говорит Сорос. Тут уже конфликт между глобальным и американским началом. Если такие добросовестные усилия потерпят неудачу, у США появятся все основания для развития прочного партнерства с соседями Китая, которому российско-китайский альянс не осмелился бросить военный вызов. Конечно, это далеко не то, что стратегическое партнерство между США и Китаем. Партнерство с китайскими соседями вернет нас к холодной войне, однако оно все равно намного предпочтительнее Третьей мировой войны. Так как у нас с мировыми войнами? Холодной и прочими. Вот перед вами не просто холодная война, а перегруппировка сил. Транс-Тихоокеанское, трансатлантическое партнерство, о которых в настоящее время ведутся переговоры, могут создать личную возможность для уже помянутой двусторонней стратегии, однако текущий подход – это полная ошибка. В настоящее время Китай исключен из этих процессов, и более того, эти партнерства замышляются как антикитайский альянс под руководством США. Какой ужас! Президент обратился в Конгресс с просьбой дать ему и его преемнику полномочия сроком до 6 лет на проведение в ускоренном порядке переговоров по торговым соглашениям, которые лишат Конгресс права вносить поправки. Данный законопроект был принят в Сенате, в настоящее время находится на рассмотрении в Палате представителей. Если Палата посреди его утвердит, председатель Си Цзиньпинь столкнется с явной угрозой во время сентябрьского визита, это надлежащий ответ на агрессивные действия Китая в Южно-Китайском море в других местах. Однако он не оставляет места альтернативному подходу. В результате президента Обамы будет трудно выдвигать добросовестное предложение в стратегическом партнерстве. Будем надеяться, что Палата представителей не станет спешить с рассмотрением этого законопроекта. Вместо того, чтобы мощными усилиями проталкивать атак через Конгресс, его рассмотрение следует притормозить. В этом случае у Конгресса появится большой запас времени для исправления фундаментальных недочетов в предлагаемых договорах, из-за которых они в своем нынешнем виде неприемлемы. Это также позволит президенту Обаме сделать настоящее предложение о стратегическом партнерстве председателю Си Цзиньпинь, когда тут в сентябре прибудет Вашингтон с визитом. Это уже просто писк по поводу того, как именно надо капитулировать и побыстрее на выгодных условиях. Ну а вот тут еще одна статья, которая мне представляется тоже важной Соросу, чтобы понять, куда он ведет. Называется «Победная стратегия для Украины». В этой статье он говорит о том, что санкций против России недостаточно, что их нужно как бы поддержки Украины восполнить, что в сущности Украине нужен план Маршала, всеобъемлющий, при котором эта Украина станет мощным, процветающим государством, и тогда, так сказать, у нас пойдет уж музыка не та, пляшет лес и горы. Он все в экстазе говорит о том, что вот это событие Майдан стал мифом с наконец формирующим нацию, что сегодняшняя Украина – это редкостный случай гигантского воодушевления, что, так сказать, программа макрофинансовой помощи способна творить чудеса. Дальше он жутко критикует Европу, которая не дает нужных денег, держит Украину на коротком финансовом поводке. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Фресуа Алан стремятся обеспечить успех Второго Минского соглашения, под которым стоят их подписи. Проблема в том, что украинская сторона заключила это соглашение под давлением, а российская сторона сознательно сделала его неоднозначным. Это соглашение призывает к переговорам между украинским правительством и представителем Донбасского региона, но не уточняет, кто эти представители, потому что он врет. Европейские власти стремятся выйти из патого положения, однако, заняв нейтральную позицию по отношению к неоднозначности Второго Минского соглашения. И держа Украину на коротком поводке, европейские лидеры невольно помогают Путину добиться его цели, спровоцировать общеукраинский финансовый и политический кризис, вместо того, чтобы захватывать территории на востоке страны. Говорю, ослы из лагеря так называемых русских ястребов, империалистов, экспансионистов. Хоть что-нибудь еще способны слушать, если не понимать. Во время недавнего визита я заметил тревожный контраст между явным ухудшением реальной ситуации, реформистским рвением новой Украины. Когда президент Петр Порошенко, премьер-министр Арсений Юценюк действует сообща, они могут убедить парламент последовать за ними. Обычно это случается в преддверии получения, смешно, какого-то внешнего финансирования. Например, когда за два дня были выполнены условия получения помощи от МВФ. Однако таких возможностей становится все меньше. Порошенко и Юценюк будут соперниками на местных выборах в октябре. Серьезную поддержку могут получить оппозиционные партии, поддержанные олигархами. Это стало бы шагом назад. Все реформаторы полны максимальной решимости приблизиться к рыночным ценам на газ. Это требует введения прямых субсидий нуждающимся семьям до начала следующего топительного сезона. Потому что в противном случае, он дальше говорит, может быть даже мятеж. Все что угодно. Эту опасность можно устранить, заверив население. Это просто полный бред. Что на протяжении одного отопительного сезона все просьбы о субсидиях будут удовлетворяться автоматически. 30 миллионов просьб автоматически. Однако это потребует дополнительной бюджетной поддержки. Хуже того, что многие в правительстве сейчас колеблются в отношении введения рыночных цен на газ. Радикальная реформа газового сектора может потерпеть неудачу. После чего сложно будет избежать новой волны финансового кризиса. А правительственная коалиция может потерять общественную поддержку. В наихудшем ситуации не можно исключать даже перспективу вооруженного бунта. ЕС, опомнитесь, дайте денег, чтобы они эти деньги сожрали. Он совсем не дурак. Он понимает, что они сожрут. Значит, ЕС должно будет дать Украине, которая не является членом ЕС, миллиардов двести, а они их сожрут, разворуют тут же. Это бабки не хотят. Греция и все прочие скажут, что куда даешь деньги? Германия и оставшаяся большая Европа, которая отнюдь нестабильна внутри, потеряет стабильность окончательно. И мечта Сороса о том, чтобы эта Европа была слабой-слабой и постоянно танцевала под дудку глобального правительства, наконец выполнится. Не дать Германии сожрать Европу. Перекачать ее финансовые ресурсы куда угодно, пугая ее тем, что иначе будет хуже, и давя на нее, зная, что она не до конца суверенна, ослаблять все это и создавать там все большую кашу, а самим как можно быстрее договариваться с Китаем за счет России. Это не просто холодная война, это такая перестройка глобальной конфигурации в ходе холодной войны, которой не было в эпоху холодной войны 1.0. Потому что всякие разговоры тогда с Китаем были разговоры с младшим партнером. А теперь это не будут разговоры с младшим партнером, это видно по тону. Значит, все равно при любом из этих вариантов, как только они начинают осуществлять любые уступки Китаю, они рушатся больше и больше. Они обрушили весь мир, Европу, себя, глобальное равновесие, ядерный аспект стабильности, отсутствие возможности применения ядерного оружия за счет существования каких-то фундаментальных ценностей, не допускающих такого применения, что и есть холодная война. Все это обрушили вместе с распадом СССР. Жентонский консенсус свой. Потом пытались осуществить хапок на халяву, не получилось. И теперь еще кого-то чему-то учат. Соединенные Штаты еще очень сильны, страшно сильны. Каждый, кто говорит по-другому, обманывает. Они вступают в стадию шудорок. Они пытаются навязать миру такие схемы, которые сохранят их власть в условиях их ослабления. И они пытаются не допустить этого ослабления единственным имеющимся у них незаконным приемом. Напечатание долларов, создание авианосцев, напечатание еще больших долларов, создание еще больших авианосцев. Все. И эти доллары, напечатанные пустые, вбивать, впасть всем, кто сопротивляется, угрожая, что в противном случае заработают авианосцы. Все. Плюс волк дизода. Соединенные Штаты еще очень сильны, но они по-другому были сильны в эпоху Холодной войны. Особенно в 50-е, 60-е годы. Они действительно были мировым экономическим лидером. У них не было этих проблем. Они были свежее. И американский народ не был так заражен потребительством и многим другим декаденсом. Вот этот декаденс потребительства, ослабление в условии сохранения огромной силы, создает совершенно другой контекст для новой Холодной войны. Она гораздо опаснее, гораздо острее, гораздо противоречивее, гораздо многомернее. И в этой ситуации, повторяю еще раз, только спокойное перерегулирование всей системы, ее трансформация под эти задачи, принятие неизбежности Холодной войны даже с радостью, и постройка такой системы, которая позволит выиграть в Холодной войне, только это может спасти Россию. От уничтожения, а мир от ядерной катастрофы. До встречи вас с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok